Сельское хозяйство с недавних пор занимает центральное место в новостных лентах. Связано это в первую очередь с введением эмбарго на иностранные товары. На федеральном и региональном уровнях продолжают приниматься различные меры, которые позволят России обеспечивать себя собственной говядиной, молоком и другими сельскохозяйственными товарами. Так, на сессии Госсовета, которая прошла на этой неделе, чуварские парламентарии приняли новый закон. Экономические санкции заставляют сельских товаропроизводителей выстраивать новую политику. В только что одобренном законе прописана нормативно-правовая база, опираясь на которую будет развиваться агропродовольственный сектор республики. На все это планируется выделить свыше 9,5 миллиардов рублей с 2014 по 2020 годы. Особенных споров по новому законопроекту не возникло. Но депутаты до сих пор обсуждают итоги визита в Чувашию федерального министра Николая Федорова. Он побывал в республике в начале сентября. Его оценка состояния сельского хозяйства в целом вызвала неоднозначную реакцию. Доклад многие посчитали односторонним и необъективным. Двух вещей не могу не сказать. Во-первых, наверное, большего удара по сельскому хозяйству республики, как было при Федоре, наверное, больше никогда не было нанесено. И поэтому я здесь не согласен с мнениями, что мы должны прислушиваться, значит, к его каким-то советам и так далее. Он почетный у нас юрист. Какое отношение к сельскому хозяйству и к агропромышленному, вообще к аграрному сектору имеет, я не очень понимаю. По мнению депутата Олега Мешкова, который в Госсовете отвечает за агропромышленный сектор, по уровню развития сельское хозяйство Чувашии находится в середине, в сравнении с другими регионами страны. Об искажении фактов говорит и депутат, и бизнесмен Олег Дельман. Недавно в республике присутствовал федеральный министр сельского хозяйства, который на совещании по развитию животноводства подверг критике результаты развития сельского хозяйства республики за 2013-2014 годы. Во многом предоставленные факты были намеренно искажены, в чем-то Министерство республики согласился с критикой представителя министерства. Но с одним предложением Министерства РФ я и многие мои коллеги согласились полностью в том, что у республики имеются очень хорошие предпосылки в развитии молочного и мясного животноводства. Развиваться оно будет уже по новым технологиям, и в новом законе это учтено. Правительство республики готово профинансировать реализацию этого важнейшего на сегодня закона, ведь речь идет о продовольственной безопасности нашего региона. Продолжение следует...